В лесах Амазонки живут огромные и странные животные, которые похожи на сказочных чудовищ. Сейчас ты узнаешь о том, почему эта река порождает таких существ, и кто может таиться в самых глухих джунглях. Третья по величине пантера, которая уступает только львам и тиграм. Вот только в плане ярости и боевых навыков она может соперничать с ними на равных. Среди родственников ее выделяет брутальный стиль охоты. Львицы обычно душат жертву, а тигры либо тоже перекрывают кислород, либо ломают шею. Но ягуар действует иначе. У основания черепов жертв этих хищников обычно находят следы мощных укусов, которые сокрушают шейные позвонки, ломают затылочные кости и перебивают сосуды. Челюсти этой кошки невероятно сильные. Ягуар – один из тех хищников, который действительно может буквально откусить жертве голову. Кроме того, ягуар обладает очень мощными лапами, которыми умеет пользоваться с хирургической точностью. При этом ягуар – осторожный, хитрый и универсальный боец. Он устраивает засады в самых густых зарослях, отлично плавает и охотится в воде, прекрасно лазает по деревьям и может обрушиться на жертву с высоты второго-третьего этажа, чтобы решить вопрос своего обеда одним ударом. А еще эта кошка храбрее росомахи, ведь охотится не только на травоядных животных, но даже на крокодилов, причем в родной стихии противника прямо в воде. Но почему эта кошка такая крутая? Ответ на этот вопрос – это одновременно и объяснение того, почему амазонка создает настоящих монстров. Ягуар при всех своих преимуществах, хотя и является одним из самых эффективных хищников здешних мест, все же не является единственным королем джунглей. И все его преимущества нужны коту, просто чтобы выжить. Почти в любом другом уголке планеты хищник с возможностями ягуара стал бы доминирующим видом, но в бассейне амазонки он только один из многих. Например, его манера прокусывать затылок жертве была выработана просто потому, что твари, на которых охотится ягуар, неуязвимы к удушению и настолько мощны, что практически нереально сломать шею другим способом. Крайне суровые условия обитания заставили ягуара стать более грозным охотником, чем лев или тигр. Хотя пятнистая кошка уступает более крупным кузенам в габаритах и чистой мощи, она превосходит их, скажем так, в особых навыках. Например, это особое зрение. Ты знаешь, что у кошачьих оно намного лучше, чем у человека, но у ягуара оно даже лучше, чем у большинства родичей. Зрение этого пятнистого хищника не только невероятно острое, четкое и имеет режим ночного видения, но и обладает демаскирующими возможностями. Многие животные научились мимикрии. Они способны сливаться с окружающей средой, что делает их почти невидимыми. Ягуару плевать на эту способность. Его зрение умеет проникать сквозь эту маскировку, поэтому даже в пестром тропическом лесу от него не спрятаться. Кроме того, эта кошка обладает самым мощным укусом среди всех кошачьих. Просто потому, что иначе с панцирями черепах, кайманов и броненосцев не справиться. Да, ты правильно понимаешь, ягуары вскрывают мощные панцири черепах и способны справиться даже с лобовой броней взрослого крокодила. И при этом кошка может ловить добычу даже на высоте седьмого этажа, ведь при массе до 220 фунтов, до 100 килограммов, этот хищник практически летает между ветвями на огромной высоте, лазает по кронам самых высоких деревьев и ловит обезьян, а также других суперловких животных. Красавец, согласен? Он заслужил твой лайк! Бассейн реки Амазонка – одно из самых загадочных мест в мире. Эта река соперничает с Нилом за звание самой длинной. Но в чем у Амазонки нет конкурентов, так это в величине бассейна и полноводности. Если учитывать отдаленные притоки, площадь бассейна Амазонки более чем втрое больше площади всей Мексики. Большая часть этой огромной территории занята джунглями, которые растут там уже не один миллион лет. Очень большое количество воды, плодородная почва, высокая влажность воздуха и теплый климат привели к тому, что для густой растительности здесь самое лучшее место в мире. Джунгли в таких условиях стали невероятно густыми, разнообразными. Тебе известно о поговорке якобы Амазонка – легкие планеты. Если это и преувеличение, то лишь немного, ведь здешние тропические леса вырабатывают примерно 20% всего кислорода планеты. Но у этого чуда природы есть и другая – темная сторона. Из-за таких благоприятных условий для жизни Флоры здесь сформировалась своя уникальная экосистема. Бассейн Амазонки – это почти другой мир, очень суровый мир. В дикой природе наблюдается настоящая гонка вооружений. Хищники вырабатывают новые способы одолеть жертву. Добыча тем временем старается обрести новое защитное оружие. В бассейне Амазонки эта гонка получила настоящий заряд стероидами. Поэтому здесь больше всего существ, с которыми лучше всего никогда не сталкиваться человеку. Разве что в Австралии можно найти не менее опасных существ, но там их намного меньше. Именно Амазонка стала домом для самой длинной и сильной змеи в мире – анаконды. Эта рептилия достигает в длину около 16 футов, около 5 метров. Причем это для нее обычные габариты. В книгу рекордов Гиннеса попала змея, которая была почти вдвое крупнее. А по слухам местного населения, в непроходимых зарослях таятся настоящие великаны. Длина этих легендарных змей может достигать каких-то невероятных 50 футов, 15 метров. Такая змея смогла бы свеситься с шестого этажа, и кончик ее хвоста оставался бы в окне, когда голова уже коснулась бы земли. Документальных подтверждений существования таких великанов нет, или они недостоверны. Но, согласись, было бы глупо встретить в зарослях тропического леса огромную змею, чудовище, которая могла бы охотиться на слонов и пытаться растянуть ее вдоль, чтобы точно измерить длину. Так что, даже если такие рептилии существуют, вряд ли в ближайшие годы мы об этом точно узнаем. А как думаешь ты? Поделись своим мнением в комментариях. Но даже обычная анаконда – один из самых страшных хищников планеты. Все тело анаконды – оружие, состоящее из свитых тугих мускулов, мощных, как стальные тросы. Даже обычная анаконда может расправиться с диким кабаном и быть опасной и для ягуара, и для черного каймана. Эти змеи молниеносно набрасываются на жертву. Пока добыча находится в шоке, змея уже обвивает ее кольцами. Анаконда не пытается найти шею, чтобы задушить добычу. Змея это не нужно. Вместо этого рептилия просто давит жертву массой и стискивает в объятиях все ее тело. Кольца обездвиживают конечности и не позволяют ни эффективно бороться, ни бежать, ни контратаковать. Добыча пытается дышать, но на каждом выдохе жертвы змея совершает дополнительное усилие и стискивает грудь сильнее. Так в легких остается меньше места для следующего вдоха. Постепенно добыча теряет силы. Страшно? Согласен? Это не конец. Когда жертва уже почти сдалась, анаконда еще сильнее сжимает ее тело, чтобы сломать кости и нанести критические повреждения внутренним органам. Тебе жалко добычу анаконды? Что ж, она может лишь надеяться, что этот этап станет для нее фатальным. Ведь змея поедает добычу целиком, медленно заглатывая ее. Видишь эти две косточки в руках ученого? Это позвонки двух змей. Та, которую он держит в правой руке, принадлежит анаконде. Представляешь, какой длины должно быть чудовище, если его позвонок в несколько раз больше аналогичной кости этой гигантской змеи? Речь идет о самой большой змее в истории планеты – Титаноба. По данным ученых, самые большие анаконды весят около 480 фунтов, около 280 килограммов. Титаноба в пятеро массивнее. Змея весом около тонны, где вся масса – мощная мускулатура. Эта тварь вымерла миллионы лет назад, поэтому бояться чудовища не нужно. Но угадай, где эти существа жили? Правильно, в бассейне Амазонки. Конечно, в бассейне Амазонки обитают и ядовитые змеи, одни из самых опасных в мире. Разве можно было в этом сомневаться? Это место поражает разнообразием способов, которые здешние обитатели могут пустить в ход, если захотят подраться. Кайсака – ядовитая змея, которая обладает инфракрасным зрением. Она улавливает тепло тел и охотится преимущественно на мелких грызунов. Но ее яд рассчитан на то, чтобы защитить владельца от агрессивного оленя, а не только от мыши. Кайсака – родственник гремучей змеи, поэтому ее яд тоже обладает похожим действием. Это гемотоксин – вещество, которое разрушает кровь. Сложный химический состав яда дает ему комбинированное действие. Вместе у куса начинается некроз ткани. Но главное – воздействие на кровеносную систему. Появляются обильные внутренние кровотечения, которые ослабляют организм. Затем отказывает сердце и почки. От яда Кайсака есть противоядие. Но чтобы человек выжил, сыворотку нужно ввести как можно скорее. По статистике яд именно этой змеи поражает людей, живущих в бассейне Амазонки. Чаще всего такое огромное количество опасных существ легко объяснить самой высокой плотностью населения среди всех биомов планеты. Биом – это совокупность экосистем определенной климатической зоны. Так вот, бассейн Амазонки – это, конечно, огромная территория. Но при этом здесь в несколько раз больше живых существ, чем в любом другом месте планеты с такой же площадью. Вдумайся. 10% всех известных науке видов животных обитает именно здесь, в бассейне одной единственной реки. И это не потому, что ученые ленивые искали живых существ только тут. Наоборот, Амазонку все еще исследуют, и, судя по всему, на территории здешних джунглей обитают сотни или даже тысячи неизвестных науке видов, которые только ждут, чтобы их нашли. Ну, или не ждут, и тогда ученых ждет масса неприятных сюрпризов. Миллионы видов насекомых, а значит, десятки миллиардов их представителей, тысячи видов птиц, рептилий и земноводных, сотни видов млекопитающих. В том числе и очень крупных. Это разнообразие видов – еще одна причина, почему Амазонка порождает чудовищ. Просто статистически, чем больше живых существ вообще, тем больше из них опасных. Кроме того, на разнообразие видов влияет и уровень благоприятности климата. На территории Амазонки тепло и влажно круглый год. Конечно, эти условия отлично подходят для развития болезнетворных бактерий. Так что, если ты все-таки решишь отправиться путешествовать по непаралазным чащам здешних джунглей, не забудь об опасности, даже если тебя никто не укусит и не ужалит. Здесь хватает заразных болезней, а из-за влажности в самые маленькие ранки и царапины легко проникает инфекция. Но болезни и высокая вероятность воспаления, даже небольших повреждений кожи – этого недостаточно, чтобы сдержать развитие живых существ, если к этому располагают условия. А здесь условия отличные. Поэтому, если не вмешивается человек с вырубкой лесов и освоением территорий для сельского хозяйства, популяция многих видов в бассейне Амазонки будет стабильно высокой. А это значит, и большое количество хищников намного большее, чем во многих других регионах планеты. Например, территории Канады, которая больше бассейна Амазонки, живет больше 30 видов змей, но только 4 из них ядовиты и могут представлять для человека какую-то опасность. В бассейне Амазонки ядовитых змей сотни видов, поэтому и опасных среди них несколько десятков. Самая большая ядовитая змея бассейна Амазонки – бушмейстер. Она обитает в самых отдаленных уголках джунглей. Только поэтому людям повезло редко с ней сталкиваться. Бушмейстер – действительно страшное чудовище. Для нее 2 метра длины – норма. А иногда встречаются и вдвое более длинные особи, что делает ее соперницей королевской коброй за звание самой крупной ядовитой змеи планеты. Яд комбинированного действия. Одновременно бьет по нервной системе и поражает кровь жертвы. Интересно, что эта змея – один из лучших мастеров засад. Она способна полностью замереть на одном месте, что дает ей идеальную маскировку. В неподвижном положении она будет ждать добычу днями. Благодаря не слишком активному образу жизни, она может себе позволить питаться очень редко – раз в месяц или еще меньше. Представляешь, животное идет по лесу и постоянно следит за окружающей средой. Иначе здесь не выжить. Все вроде бы в порядке, никакого лишнего движения, никакого шороха, никакой угрозы. Вдруг в ногу впиваются зубы, и страшная боль пронизывает все тело. И это только начало. Дальше начинает действовать яд. Пока бедное животное в шоке, понимает, что рядом с ним вдруг как будто из ниоткуда появилась огромная змея длиной с автомобиль. Если ты думаешь, что в бассейне Амазонки опасность представляют только крупные животные, то ошибаешься. Здесь угрозу может представлять буквально кто угодно. От насекомого и до милого на первый взгляд зверька, который кажется беззащитным, пока не вопьется тебе в лицо. Например, это милая маленькая жабка. Посмотри, какая очаровательная, правда? Так сразу и не поймешь, что сотня таких крошек могла бы истребить всех ягуаров на планете. Поэтому пятнистые малыши, как и большинство других живых существ, избегают этого земноводного. Ярко лягушку называют ужасным листолазом, и такое название не преувеличение. Она – одно из самых ядовитых существ на Земле. Так что не удивляйся ее яркой окраске. Листолаз не маскируется. При длине тела около полутора дюймов до четырех сантиметров она не боится никого и выделяется среди листвы нарочно, чтобы ее заметили издалека и не трогали. И это работает. Большинство животных при виде этого существа ведут себя как гомер из того мема. Ключевая особенность лягушки в том, что ядом покрыто все ее тело. Большинство токсинов нуждается в активном взаимодействии с кровеносной системой или хотя бы слизистой оболочкой жертвы. Но не яд листолаза? Он действует через кожу. То есть достаточно просто прикоснуться к этому маленькому чудовищу пальцем, чтобы яд подействовал за пару минут. Общее количество яда на одной лягушке в 500 раз больше, чем нужно, чтобы остановить сердце одного человека. А ведь у людей довольно высокая сопротивляемость к ядам относительно массы тела. Эта земноводная тварь действует наверняка. Так что это еще за яд? Называется он батрахотоксином. И это одно из самых загадочных отравляющих веществ в животном мире. Вещество невероятно ядовито и обладает комплексным действием. Прежде всего, оно разрушает сердце. Из-за комбинированной структуры яд вызывает и рост сердцебиения, и сбой в его ритмах, и впоследствии полную остановку сердца. Действует токсин считанные минуты, но это очень болезненные минуты. Кроме того, яд поражает и нервную систему, вызывая в ней необратимые изменения. Как следствие, боль, судороги, потеря контроля над мышцами. Противоядия к токсину нет. Вообще никакого. Зато зачем-то ученые доказали, что при комбинации с ядом скорпиона отравляющие свойства батрахотоксина увеличиваются в 12 раз. Мы не знаем, зачем нужна эта информация. Может, ученые боятся, что лягушки объединятся со скорпионами и попробуют захватить планету? С таким оружием у них появляется шанс. Ведь исследователи даже точно не могут сказать, откуда этот токсин берется. То есть из жаб это очевидно, но как они его вырабатывают, никто не знает. Возможно, в организме земноводного есть особые железы, которые пока просто не нашли. Возможно, все дело в рационе питания. В некоторых жуках нашли вещества, которые структурно напоминают батрахотоксин. Если листолаз поедает этих жуков, то может накапливать и перерабатывать данные соединения, чтобы выделять на поверхности кожи в виде яда. Но точно никто не знает. В неволе, да, кому-то пришло в голову держать этих маленьких чудовищ в неволе. Не делай так. Они постепенно теряют свои ядовитые свойства. То есть могут прикончить не целое стадо быков, а только 2-3 особи за одно касание. Ты, наверное, догадываешься, что яд этих земноводных люди научились использовать столетия назад, не так ли? Конечно, в качестве оружия местные племена смазывают им стрелы. Поэтому не стоит ссориться с аборигенами. А так-то ужасный листолаз – милое создание. Вместо перепонок у него расширенные пальчики, которые помогают ему прилипать к листьям. На них животное и проводит большую часть жизни. Благодаря этому свойству Виты получил свое название. А теперь приготовься. На территории бассейна Амазонки обитает около сотни видов лягушек с ядом, который может быть опасен для крупных животных. И листолаз – только один из них. Остальные 99 мы описывать не будем, иначе после этого видео ты так от них зафанатеешь, что начнешь языком ловить насекомых. Но, согласись, 100 видов ядовитых лягушек для одной реки – это много. Ведь каждый вид – это популяция из многих тысяч или даже десятков тысяч особей. Особенность Амазонки в том, что здесь представители любого отряда животных могут быть опасными. Десятки видов ядовитых скорпионов, сотни видов насекомых, встречу с которыми тебе точно не понравится. И каждый год находят новых. Вот и муравьев, которые могут быть опасны для человека в бассейне Амазонки и несколько видов. Причем опасны примерно так же, как встреча с львом-людоедом. Например, этот маленький муравей. Думаешь, эти насекомые только в большом количестве могут причинить неудобства? Как бы не так. Укус одного этого муравья причиняет боль, которую опытные люди сравнили с попаданием пули. А все благодаря очень сильному яду. В отличие от яда змей, этот токсин не должен останавливать сердце. Нет, он должен заставить тебя страдать. Укус хотя бы трех таких муравьев заставит навсегда забыть о том, чтобы приблизиться к их колонии. Даже название у насекомого соответствующее – муравей-пуля. Или вот, бродячие муравьи. Они делают ставку на групповую работу. Их слаженность восхищает, особенно издалека. Ведь если ты окажешься рядом с их колонией, то единственное, о чем будешь думать, как бы побыстрее унести ноги. В отличие от большинства других муравьев, эти не создают муравейников, не строят ни больших подземных дворцов, ни подземных тоннелей. Они просто путешествуют, как легко можно понять из названия. Но в своих странствиях они больше напоминают не милых туристов, а какого-то Чингисхана или Аттиллу с его ордой, которая огнем и мечом прошлась по всей Евразии более тысячи лет назад. Бродячие муравьи просто идут и сносят, пожирают, уничтожают буквально все на своем пути. В их колонии тысячи созданий, причем самые заурядные рабочие боец покруче, чем шершень. А уж муравьи-солдаты вообще напоминают какой-то насекомый спецназ. Муравьи-бродяги идут точными колоннами, на границах которых постоянно патрулируют войны. Они защищают остальных от внешних угроз. Рабочие муравьи только называются такими. На самом деле они отличные охотники. Среди них есть разведчики, которые уходят вперед и ищут лучшие маршруты. А также те, кто нападают на жертву, которой не повезло оказаться на пути этой огромной семьи. Действия этих особей отлично скоординированы, как в бою, так и в путешествиях, когда они переносят все необходимое, добывают пищу и распределяют ее так, чтобы не было ни одной голодной особи. В центре находятся муравьев, которые несут личинки, яйца и, главное, королеву. Когда колония находит что-то вкусное, она набрасывается на цель как единый организм. За считанные минуты от птицы останутся только кости. Ночью колония останавливает свое течение, обустраивает временную базу, которую охраняют не хуже, чем США охраняют Пентагон. А утром они снова снимаются с места и идут, причем даже водные преграды не могут остановить этих целеустремленных малышей. Если ручей достаточно узкий, то муравьи создают нечто вроде живого моста. Одни особи превращаются в его опоры, пока другие по спинам собратьев переносят все необходимое. А если водоем широкий, то по такой же схеме муравьи строят живые плоты. Причем большинство муравьев, которые находятся внизу такого корабля, выживают, так как их органы дыхания остаются над водой. Настолько эффективна его конструкция. И это только два вида муравьев. Представляешь, какие еще там обитают существа? Впрочем, зачем представлять? Мы расскажем. Вообще, маленькие существа в Амазонке могут быть еще страшнее, чем огромные монстры. Смотри, это Кандирум. И она любит мужчин, которые думают, что весь мир туалет. Она любит ими питаться. Если мужчина подойдет к берегу Амазонки, чтобы справить малую нужду, есть вероятность, что прямо по струе, вверх, в его мочеспускательный канал проникнет эта маленькая тварь. Понимаешь, каким путем, правда? Кандиру настолько маленькая, что легко забирается в уретру или даже в мочевой пузырь и питается окружающими клетками и кровью. Она растопыривает жабры, на которых находятся шипы. Эти шипы вызывают маленькие, но болезненные ранки. Мы говорили, что она опасна для мужчин. Шутка. Она опасна для всех и вполне способна забраться в организм и к женщине. И удалять рыбу можно только оперативным путем. Стоит признать, что достоверных свидетельств такого своеобразного нападения на людей почти нет, только разрозненные данные и, конечно, слухи. Обычно кандиру паразитирует на рыбах, забирается в их жаберные щели, расправляет там собственные жабры, увечит хозяина и пьет его кровь. Рыба-вампир Точных данных об опасности для человека нет, но рисковать все же не стоит, согласен? Самая знаменитая и опасная рыба Амазонки. Конечно, пиранья. На первый взгляд, конечно, она выглядит довольно невзрачно. Серозеленый окрас, округлый корпус. Разве что выражение морды какое-то агрессивное, сердитое. Но это один из самых опасных хищников планеты, по крайней мере, в своей экологической нише. Оказаться в водоеме, где живут пираньи, как попасть в медвежий капкан, который не только захватывает, но и поедает жертву. Главное преимущество этих прожорливых рыб – количество. В стае может жить несколько десятков рыб. Каждая из них прожорлива и невероятно агрессивна. Рыбы не считаются умными существами, но пираньи обладают удивительно эффективной тактикой атаки. Они набрасываются на добычу всей стаей и пытаются ее окружить со всех сторон. Каждая рыба действует автономно, но их привычки делают взаимодействие пираньи во время нападения очень эффективным. Рыба мгновенно приближается к цели, отрывает кусок плоти прямо из живой добычи, после чего отплывает, чтобы проглотить пищу. За этот короткий миг место одной пираньи занимает другая, которая наносит укус прямо в область предыдущего поражения. На атаку одна рыба тратит менее секунды, а поскольку рыбы окружают добычу и даже выстраиваются в живую очередь, чтобы оторвать от нее кусочек, получается, что стаи этих существ атакуют фактически беспрерывно. А тебя пугают пираньи? Или мечтаешь завести их у себя в домашнем аквариуме? Ответь в комментариях. Для своих габаритов пираньи обладают очень сильными челюстями. Они даже могут перекусить бамбуковую трубку, которая по диаметру настолько велика, что еле помещается у рыбы в арту. Это как если бы ты мог перекусить стол, за которым сидишь. Кроме того, у пираньи довольно большие и острые зубы треугольной формы, которые идеально подходят для отрывания кусочков мяса. Даже одна рыба может причинить существенные неудобства относительно крупным животным, так как рано после укуса будет обильно кровоточить. Но десяток пираний – это уже угроза для средних размеров молодого оленя. А уж большая стая способна справиться вообще с кем угодно. Вероятно, чешуя взрослых кайманов для них недоступна из-за прочности и толщины, но анаконду стая пираний съест минут за 6-7. А корову, которая весит полтонны, обглодают за четверть часа. Кстати, пираньи способны заплывать в океан, хотя не рестится эта рыба только в пресной воде. Свою добычу они обычно подстерегают в мутной воде, но при этом могут комфортно существовать как на большой глубине, так и на мелководье. Обычно они все-таки охотятся на других рыб, причем ищут места, где добычи может быть действительно много. Аппетит у этих существ чудовищный. Ну и млекопитающим стоит опасаться встречи с таким хищником. На данный момент не было зафиксировано ни одного летального исхода нападения пираний на человека. Но, кто знает, возможно, просто рассказать было некому. Тем более, что на человека иногда эта рыба нападает, особенно если тот потревожит стаю. Вот еще одна причина – не заходить в воду амазонки. Страшно? Вот и нам, как-то не по себе. Так что пообещай, что если ты и отправишься путешествовать по амазонке, то будешь сохранять максимальную осторожность, не заходить в воду и не трогать и даже не приближаться к местной фауне, ладно? Может показаться, что пиранья – это такой терминатор, который уничтожает вообще что угодно и никого не боится, но ты ведь уже знаешь секрет амазонки, не так ли? Здесь живут монстры, именно потому, что на каждого хищника есть свой опасный враг, что вынуждает виды постоянно конкурировать. Вот и на пираний тоже есть свой охотник. Причем в большие косяки данная рыба не собирается, ей это и не нужно. Речь идет о гигантской аропайме – одной из самых больших пресноводных рыб в мире. Представь, щуку или окуня длиной со взрослого льва – вот что это за тварь! Самая обычная аропайма достигает 7 футов – 2 метра в длину, но нередко встречаются и намного более крупные экземпляры. Например, длиной около 10 футов – примерно 3 метра. А по неподтвержденным данным встречаются и настоящие великаны. Речная рыба длиной более 14 футов – более 4,5 метров, и массой, как небольшой мотоцикл. Конечно, если пирании могут напасть на домашний скот, очевидно, что простым превосходством в габаритах этого хищника не возьмешь. Аропайма обладает рядом суперспособностей, которые делают эту рыбу отличным охотником, который уверенно чувствует себя даже в этом зеленом аду. Конечно, агрессивный характер, огромная скорость, мощные челюсти – все это в арсенале данной рыбы есть. Но главное – ее броня. Сложно найти рыбу с более прочной чешуей, примерно в 10 раз крепче кости. При этом чешуйчатый покров – многослойный, что создает некоторые подобия естественной кольчуги. Аропайма может выдержать штурм целой стаи пираний и перейти в контратаку, уничтожая противника. Ах да, это еще не все. Аропайма может дышать атмосферным воздухом, поэтому она любит охотиться на мелководье, даже если она окажется над водой, то сможет выжить. Вероятно, возможность дышать растворенным в воздухе кислородом появилась из-за того, что аропайма селится в небольших заводях, где растения и другие рыбы и так выпивают весь кислород из воды. Легких у аропаймы нет, но есть особые ткани, которые находятся в глотке и на плавательном пузыре. Аропайма всплывает на поверхность каждые 5-20 минут и делает вдох, характерный звук которого можно услышать издалека. И понять, что лучше к этому водоему не приближаться. Вряд ли аропайма опасна для человека, но если она ловит из воды даже мелких птиц, как знать. На фоне многих других наших героев бразильский птицеед покажется тебе милашкой. Хотя бы потому, что для взрослого и здорового человека, который не страдает аллергией, яд этого паука не представляет чрезмерной угрозы. Хотя, конечно, страшную боль вызывает, как без этого. В бассейне амазонки все вызывает страшную боль. Токсин, который выделяет птицеед, недостаточно сильный, чтобы остановить сердце человека по одной причине. Он предназначен не для защиты паука от хищников, а для охоты. Такие яды рассчитаны против маленьких животных, на которых должны действовать как можно быстрее. Яд птицееда отлично справляется с этой задачей. Но главное оружие этого огромного паука — это геоагрессия. Он не плетет паутину, на которой часами сидит и ждет добычу. Вместо этого птицеед выходит на патрулирование окрестной территории, чтобы активно ловить свою добычу мощными лапками. Некоторые особи могут достигать диаметра почти с фут 30 сантиметров. Это делает его одним из самых крупных видов пауков в мире. Дорасти до таких гигантских габаритов они способны только в Амазонке, районе с крайне высоким содержанием кислорода и влаги в воздухе. Такие размеры в сочетании с 8 сильными лапами и ядовитыми швалами позволяют паукам охотиться не только на насекомых, но и ловить маленьких грызунов, лягушек, ящериц и птиц. Охота птицееда на пернатых, наверное, самое впечатляющее зрелище, связанное с данным пауком, поэтому он и получил свое название. Но в бассейне Амазонки, конечно, есть пауки, которые опасны и для человека. Неужели могло быть иначе? На самом деле их тут немало, причем счет опасных для нас видов членистоногих идет на десятки. Особенно нужно рассказать о бродячем пауке. В отличие от птицеедов, они не обустраивают логово в норах или щелях деревьев, но и большую паутину тоже не плетут. В соответствии со своим названием, эти пауки предпочитают кочевой образ жизни и постоянно ходят по джунглям в поисках добычи. Они не очень большие, но обладают опасным ядом. Самое удивительное в этих пауках – их щедрость. Возможно, в мире больше нет паука, который во время укуса впрыскивает так много яда, как этот. Причину этого феномена сложно понять. С одной стороны, отрава бродячего амазонского паука вдвое токсичнее, чем яд черной вдовы, то есть он представляет опасность не только для человека, но и, к примеру, для слона. С другой стороны, вырабатывать настолько мощный токсин ресурса затратно, поэтому пауку приходится чаще охотиться. Что же, возможно, этот хищник просто любит надежность. В отличие от птицееда, он нередко заползает в человеческое жилье. Первым он не атакует, но спровоцировать нападение довольно просто. В Бразилии сотни видов пауков, но 50% всех укусов людей приходится именно на это. Яд бродячего паука – нейротоксин, который атакует нервную систему, вызывая страшную боль, атакует сердце и останавливает работу легких. В водах самой амазонки есть немало всяких тварей, которые могут быть опасны. И выглядят они иногда буквально как инопланетяне. Например, пресноводный скат. Обычно представители этого семейства рыб обитают в соленых водах океанов. Но амазонка достаточно полноводна и богатая пищей, чтобы миллионы лет назад эти существа выбрали ее в качестве места для своего обитания. Вообще пресноводные скаты не агрессивные создания, но у них крайне грозное оружие, которому они прибегают, если их испугать. А существа эти очень пугливые. По-другому этих тропических водах просто не выжить. Оружие ската – шипы, которые находятся на его хвосте. Причем шипы как бы прячутся сбоку. Они не находятся на самом кончике и размещены достаточно далеко от основания. Поэтому заметить жало удается далеко не сразу, что делает оружие еще более опасным. При этом его длина – как ладонь взрослого человека. Шип достаточно острый и прочный, чтобы повредить внутренние органы. Кроме того, он ядовитый. Токсин может вызвать летальный исход при попадании в организм большинства мелких и многих средних животных. Если шип ранит руку или ногу человека, то он, скорее всего, выживет. Страшная боль, нарушение ритма сердечной работы, сложности с дыханием. Опыт очень неприятный, но пережить можно. Однако, если шип ранит в корпус, это будет последняя поездка. Странного вида рыбы, которые живут в Амазонке, могут обладать и более мощным оружием, чем какие-то там шипы. Именно здесь обитает электрический угрь, который генерирует один из самых мощных зарядов среди всех себе подобных. Своё оружие угрь использует и для охоты, и для защиты от хищников. Если рыбу испугать, она с помощью специальных органов генерирует в воду заряд, который может остановить сердце крупного крокодила, справиться с быком и ягуаром. Никакие голубые разряды молний по воде не идут, и тем страшнее выглядит жертва угря. Она начинает дёргаться, её тело пронизывают мощные судороги, животное становится беспомощным, и в конце концов его сердце не выдерживает. Удар током от замыкания бытовой сети – довольно серьёзная угроза, которая заставляет вести себя осторожно с каждой розеткой. Удар током угря минимум в пять раз сильнее. Больше всего пугает то, что, как и многие другие монстры-амазонки, эта рыба не останавливается на половине пути. Если уж она вступает в схватку, то идёт до конца. Побеспокоил угря? Просто отступить недостаточно, он будет продолжать бить током, даже когда противник обратится в бегство. И обязательно добьёт врага, если тот, конечно, не успеет каким-то чудом выпрыгнуть из воды. Угрь может бить на достаточно большое расстояние. В зависимости от условия среды, заряд может поразить цельной дистанцией до нескольких футов, нескольких метров от угря. Поэтому данная рыба – один из немногих хищников, способных использовать дальнобойное оружие. Чтобы показать крутизну разных существ, нередко рассказывают о том, как они расправляются с чёрными кайманами – местными родственниками крокодила. Кстати, не путай чёрных кайманов с обычными. Первые относительно пугливые, почти никогда не нападают на крупную дичь, да и сами не вырастают крупнее семи футов – двух метров. А вот чёрный кайман – другое дело. Эта тварь может быть опасна для любого обитателя Амазонки, поэтому находится рептилия на вершине пищевой цепи. Точнее, делит её вместе с ягуаром и анакондой. Так что не думай, будто это рептилия – мальчик для битья. Наоборот, сражаться и одолеть огромного зубастого хищника удаётся лишь самым коварным и опасным животным. Обычно кайман получает то, что хочет, а хочет он обычно мясо. Длина этого бойца может превышать 23 фута – 7 метров, а вес достигать тонны. Это делает его самым крупным местным хищником. Он охотится на любых крупных животных – оленей, копивар, анаконд, топир, самов. Конечно, чёрный кайман ведёт преимущественно водный образ жизни. Тропические леса Амазонки изобилуют зарослями деревьев, которые растут либо у воды, либо прямо из неё. Тенистые укромные уголки – идеальное место для засады такого хищника. Он бросается на жертву из воды или реже по суше. Хотя на долгую охоту по пересечённой местности такое животное не способно. Рывок вперёд на несколько футов, несколько метров он совершает молниеносно. Главное его оружие – мощные челюсти с длинными клыками. Кайман отрывает куски мяса с помощью мощных боковых движений и огромной массивной головы. Но также рептилия может и ударить хвостом, либо подмять под себя, а уже потом пустить в дело зубы. Чёрная чешуя играет важную роль. С одной стороны, это одна из лучших естественных защит рептилии во всём мире. Прочная, толстая, крепкая. Кроме того, её цвет служит одновременно и средством маскировки и способом более эффективного прогревания. Это важно для хладнокровной рептилии, которая большую часть жизни проводит в тени и слабоосвещенных местах. Челюсти чёрного каймана мощные, достаточно, чтобы легко удержать даже крупное копытное весом с нескольких людей. Самое удивительное, что даже в таких опасных и сложных условиях ухитряются жить люди. И речь идёт не о обычных гражданах Бразилии, Эквадора, Перу, Колумбии, Боливии. Речь идёт об аборигенных племенах, которые тысячи лет обитают в местных джунглях. Это не миф, а реальность. Даже в 20 веке в непроходимых лесах обитают племена, которые практически не имеют никакой связи с современной цивилизацией. Большинство из них выбрали изоляцию намеренно. Их представители знают о существовании других людей с их городами, государственными границами, деньгами и другими новомодными изобретениями. Но такие племена отказываются идти на любой контакт. И на попытки пришельцев навязать им свою культуру отвечают оружием. Казалось бы, обычные стрелы, но если они смочены в яде какой-нибудь местной лягушки, то даже касаться их не стоит. Впрочем, есть мнение, что до сих пор существуют и такие племена аборигенов, которые вообще никогда не имели контакта с современной цивилизацией и живут в неизвестной и для кого в самой непроходимой чаще. Откуда они там взялись? Люди появились в Америке более 22 тысяч лет назад. Тогда восточный берег Сибири был связан с современной Аляской, сухопутным переходом. Люди из Азии по каким-то загадочным причинам отважились на опасные путешествия в Америку, которая была фактически новым другим миром. Если ты хочешь узнать больше о расселении людей и их взаимодействии в дикой природе, напиши об этом в комментариях. За сотни и тысячи лет люди распространились по обеим Америкам. И даже зашли в самые непроходимые чаще амазонских джунглей. То есть стешние аборигенные племена прямые потомки тех людей. Некоторые племена постепенно ассимилируют гражданами стран, на территории которых находится их историческая земля. Некоторые сохраняют контакт с цивилизацией, но живут согласно древним обычаям. Но остаются и племена, которые абсолютно пресекают любые контакты. Как думаешь ты, как на это стоит реагировать? Оставить этих людей в покое или нет? Ответь в комментариях. На территории Амазонии есть страшные животные в воде, на земле и на деревьях. А как быть с воздухом? Конечно, есть. Амазония одно из мест обитания гарпий. Из-за того, что эти птицы маневрируют между деревьями одного из самых густых и плотных лесных массивов планеты и их размах крыльев не самый большой среди всех птиц. Вот у кондора размах крыльев может достигать 10 футов, 3 метров, у беркута 7 футов, более 2 метров, а у гарпии чуть меньше 7 футов, до 2 метров. Вот только при этом данная птица является одним из самых массивных и крупных пернатых хищников современной планеты. Ее когтистая лапа больше, чем ладонь взрослого человека. Мощный удар таких серповидных когтей, усиленный скоростью полета, не слабее, чем удар лапы леопарда. Голова гарпии почти такая же, как человеческая, только с острым клювом, который мог бы оставить след на металле. Эти птицы не нападают на людей, по крайней мере, в обычных условиях. Им не нужно. Вместо этого они летают между ветвей и собирают обезьян и ленивцев, как яблоки. Но дразнить эту птицу или приближаться к ее гнезду не стоит даже лысым из форсажа. От гнева гарпии ни одна спортивная тачка не поможет. Еще одна здешняя крылатая тварь, которая может быть опасна, это летучая мышь-вампир. Она не будет обращаться ни томным мужчиной в черном, ни светящимся на солнце подросткам с лакированной прической или любовью к молчаливым девочкам. Да и охотится этот хищник аккуратно, старается не потревожить жертву и выпить ее кровь из маленьких почти незаметных проколов на шее. Но мышь опасна тем, что переносит разные заболевания со своей слюной. И да, людей она кусает. Огромное биоразнообразие амазонки касается не только животных, но и растений. И да, некоторые из них тоже опасны. К счастью, пока нет свидетельств о том, что здешние деревья восстали как энты. Да и лианы, которые душат людей, это миф. Мы, по крайней мере, на это надеемся. Но именно из растения амазонии выделяют яд курай, один из самых известных токсинов в мире. А трава, которую выделяют растения под названием стрихнос, сильная настойка, что ее смолой смачивают ногти для рукопашного боя. Тогда даже царапина может стать фатальной для противника. Все это только некоторые опасные виды растений и животных, которые обитают в лесах амазонки. На самом деле их еще больше. Но считать, что эта земля порождает только чудовищ, которые стремятся уничтожить все живое на своем пути, ошибка. В лесах амазонки много невероятно красивых представителей флоры и фауны. Яркие цветы, красивые птицы, милые создания. Да, здешние звери могут выглядеть впечатляюще красивыми, как, например, эти хищные коты оцелоты с большими глазами и пятнистыми шкурами. На самом деле огромное количество опасных существ следствия неплохих, а хороших условий обитания. Парадокс, но хорошие условия провоцируют рост популяции, а значит и увеличение числа опасных животных. Кроме того, много травоядных значит будет много хищников. Это, в свою очередь, вызывает большую конкуренцию между видами, рост числа хищников и более интенсивную гонку вооружений между охотником и добычей. А ты после всего этого хочешь посетить Амазонку? Ответь в комментариях и не забудь подписаться! В мире еще немало удивительных и таинственных мест, о которых мы хотим тебе рассказать. Пссс, братишка, знай, что такое тренд. Это, когда в мире появляется что-то новое, неизведанное. И самые первые понимают, что они находятся у истоков чего-то глобального. И они просто в шоке от перспектив, как я сейчас. Если бы ты был уверен, что ценность какой-то валюты постоянно растет, спрос постоянно увеличивается, она не подвержена инфляции и является надежной инвестицией. Ты бы купил ее? Как сотовый телефон есть у каждого? Как доллар, которым пользуются в каждой стране? И первые будут зарабатывать миллионы. Зарабатывать на продвижении криптовалюты. Это товар, который нужен всем, но не все еще об этом знают. И пока еще не понимают всех перспектив и возможностей криптовалюты. Это новая финансовая система. Она войдет в жизни всех людей, даже бедных. А что при этом получит каждый ее партнер? Полную финансовую независимость от государства. Полную свободу перемещения. Возможность покупать дорогие машины и дома. Отдыхать по четыре раза в год как минимум. А не для этого ли все мы живем? Или ты по-прежнему думаешь, что государство прокормит тебя и твоих маленьких детей? Если ты хочешь выбраться из финансовой ямы и решить все материальные проблемы, то быстрее переходи по ссылке в описании и регистрируйся на самой большой, самой безопасной и самой популярной бирже криптовалюты в мире. И зарабатывай, как я сейчас это делаю. Ссылка в описании под этим видео.